Добрый вечер, дорогие подписчики канала Мэнтерпати. Меня зовут Кохан Алексей, рядом со мной Артем Негоря. Да, и мы хотим с вами поговорить о чемпионате, который скоро начнется у нас в Украине, чемпионат Украины по бодибилдингу. Мы хотим сделать для вас объемный, большой такой экскурс в этот настоящий праздник спорта. Обещаем взять кучу интервью, обещаем вам очень много интересных кадров, очень много видео со сцены всех категорий. Что у нас там при бикини будет? У нас будет, да, на этом чемпионате будем представлять как физик-модели девушки, то есть в народе это как фитнес-бикини, точно так же физик-модели парни. В народе это шортники их называют, ну по-разному называют эту номинацию. Ну, в принципе, номинация очень большая, как и у девушек, как и у парня. Ну и, естественно, классические номинации, как спорт-атлетик у девушек, точно так же у парней классический бодибилдинг и настоящий бодибилдинг по весовым категориям у серьезных ребят, прокачанных, хороших. И так же вас ожидает сюрприз. Все те персонажи, которых вы увидите в нашем видеообзоре чемпионата Украины, будут представлены в дальнейших роликах о тренировочных процессах. Оставайтесь с нами, будьте добрее, веселее, умнее. И Ментор Бадди ждет вас в своих подписчиках. Мы всегда с вами. Добрый день. Добрый день, наши уважаемые, любимые, самые дорогие, близкие сердцу подписчики, подписчицы и подписчата нашего канала Ментор Бадди. Сегодня мы находимся на пятом юбилейном чемпионате Украины UBPF по версии Всемирной Федерации Культуризма и Атлетизма WBPF. Сегодня просто колоссальный праздник спорта. Огромное количество участников, участниц, именитых спортсменов, настоящих чемпионов. Будет жарко, оставайтесь с нами. Мы всегда рады видеть вас в наших подписчиках. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Будем по возможности отвечать на все. Итак, у нас в кадре настоящий чемпион. Не побоюсь этого слова, легенда украинского бодибилдинга. Двукратный чемпион Украины. Чемпион Европы и чемпион мира Владимир Гарань. Вова, расскажи, пожалуйста, как тебе сегодняшний праздник спорта? Что он для тебя значит? И вообще, как тебе в роли судья? Вот ты знаешь, Леша, тяжело, конечно, судить. Потому что как сам проходишь за эту всю мясорубку. И готовишь таких тоже достойных спортсменов. Поэтому я считаю, что судейство будет. И оно должно быть таким бескомпромиссным, безмятежным. Объективным, прежде всего. В первую очередь, объективным, конечно. Как к сегодняшнему уровню участников, подготовки и вообще количество участников? Тебя порадовал? Очень порадовал, потому что уровень постоянно растет. Участников невероятное количество, где-то за 250 человек. Ого-го-го! Да. Очень популярно считаешь бикини, мэнс-физик. Будет очень ладный. Это борьба за абсолютку, потому что очень много сильных спортсменов. Три чемпиона мира? Да. Бобчук, Кухарчук, Гаврищук. Какой Кухарчук? Просто повтори фамилию сейчас. Бобчук, Гаврищук, Карпук. Да, да. Мой друг. Мы все так вместе подготавливались. Поэтому я думаю... Каждый из них достоин победы и каждый из них просто в невероятной форме. Да, согласен. Когда мы тебя увидим на сайте? Весной. Весной. Ну все. Весной. Сделаю страшную форму. Сделаю страшную форму. С тобой вместе патрируемся, за теми это все страшное. Вот-вот. О, специально для наших подписчиков вопрос, который во все века волнует фанатов и настоящих, скажем так... Что главное в бодиблодинах? Да, что самое главное в успехе? Я вам скажу, что самое главное в бодиблодинех это уйти из борта, сохранив здоровье. Все-таки здоровье прежде всего. Здоровье прежде всего. Медальки, кубки, это все, конечно, хорошо. Но когда абсолютное здоровье и ты уходишь, это очень круто. Уйти красиво. Уйти красиво, да. Спасибо, Вова. Специально для Майнтербади у нас в объективе настоящий чемпион Ярослав Кассандрович. Чемпион мира, мистер юниверс, чемпион Европы. Ярик, ты у нас, помимо того, знаешь, я так скажу, насколько я знаю тебя, насколько я вижу твою деятельность, ты у нас такой вундеркинд от мира спорта. Ты у нас успеваешь выступать, ты у нас успеваешь организовать наши соревнования. Ты, в общем, еще и судишь. Расскажи мне, мне больше интересно, вот как тренер, ты вот, ты же я знал, ты много спортсменов готовишься к тебе. Да, да. Да, здравствуйте, уважаемые зрители. Очень приятно давать интервью хорошему своему другу, хорошему спортсмену, да. Значит, в последнее время такая очень хорошая тенденция наблюдается в плане развития данного вида спорта. И единственное, на что следует обратить внимание, это на нехватку кадров, именно грамотных кадров в плане тренерской деятельности. Потому что, как правило, ребята попадают в зал, где-то черпают информацию с интернета, начинают, скажем так, не совсем грамотно подходить. Допускать ошибки. Допускать, да, очень серьезные ошибки. И, как следствие, эти ребята после одного-двоих сезонов просто исчезают со сцены, потому что... Лечатся. Да, лечатся, сдает здоровье, да. И, скажем так, я человек, который прошел через это все, да, ощутил на себе... Ты про лечение? Про восстановление, вот, прежде всего. Вот, хочу сказать, что, значит, я занялся именно этой деятельностью, там, проведение семинаров, повышение квалификации тренеров. И, скажем так, больше, скажем так, углубленно подходить к подготовку спортсменов. И для чего основной целью этого всего у меня является донести информацию, что спорт для человека, в частности, нашего спорта, это мимолетное, скажем так, мимолетное такое видение, которое сегодня есть, завтра нет. Хобби. Хобби, да. Да, то есть, прежде всего, человек должен оставаться здоровым, полноценным в обществе. То есть, муж, там, жена, да, вы должны понимать, что прежде всего вы должны оставаться здоровым человеком. А спорт сегодня есть, завтра нет. Поэтому, очень так, глобально к этому вопросу, я считаю, что не стоит подходить. То есть, нельзя, ну, даже в нашем государстве нельзя ложить на кон все, семью, здоровье, работу, там, друзей, близких и так далее. Положить на кон все ради того, чтобы, там, достичь какой-то максимального результата, заработать медаль, там, диплом и так далее. Но в результате потом эти люди становятся инвалидами. Поэтому, мой вам совет, ищите грамотных тренеров, консультируйтесь, читайте умные книги, правильные, не черпайте лишних. Не спешите, как? Не, да, не спешите, прежде всего, все должно быть постепенно. То есть, ну, допустим, меня же знают, там, как чемпион Украины, Европы, мира и так далее. Но, никто же не знает, что до этого я выступал тоже очень много лет, да, и занимал, там, пятое, четвертое место, шестое, опять пятое. То есть, я проделал колоссальный путь для того, чтобы достичь такого результата. То есть, ничего не бывает быстро и сейчас. Для этого нужно время. И труд. Да. Ярик, и самый главный вопрос, который всех интересует, по твоему мнению, главный секрет успеха в бодибилдинге? Скажем так, он есть. Я считаю, что это поддержка. Поддержка близких и родных людей. Это самое главное. Берегите друг друга и не забывайте про себя. Спасибо, Ярик. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, наконец, тебя пойму. Ну, вот, я скажу так. Вот, сегодня мы брали уже много-много интервью, но я вот сюда пришел специально, чтобы, а, поболеть за своего лучшего друга, то бишь тебя. Благодарю. И для того, чтобы спросить тебя, Серый, сколько ты не был на сцене? Ровно три года. Три года. За эти три года, я знаю, что ты получил довольно-таки серьезную травму. Ты разорвал грудную морщину. Также три операции на брюшной полости. Три операции на брюшной полости. За какой период? Когда это было? Когда ты прооперируешься в последний раз? В последний раз, получается, прошло немножко более полугода. Полгода? Да. И ты успел набрать и высушишься? Да. Да. Я успел набрать и высушить. И сегодня покажу, что на что он способна сила воли, несмотря на травмы и желание готовиться выступать. И вопреки разговорам о том, что воли травмировался, я не могу. Да, ну, что он покажет, ну что уже, ну как уже. Хорошо. Сереж, вот ты вот, как я не знаю, не поплысь этого слова, легенда нашего отечественного бодибилдинга. Я помню, вот не надо, я знаю, ты скромный парень, ты сейчас начнешь, не надо, прекрати вот это вот меня в краску. Ты всегда загримированный в краске, так что мы не увидим, как ты краснеешь. Я помню тебя на сцене лет 15 назад. Я помню тебя юниором, я помню тебя мужчиной, я помню тебя... Слава богу, пока еще не ветеран. Пока еще не ветеран. Надеюсь дожить. Да, ты мне скажи, вот просто вот, коротко, четко, самое главное, самое главное, вот, главный секрет в успехе бодибилдинга. Постоянство, конечно же. Постоянство. Постоянство. Это весь спорт, который не терпит спешки. Да, здесь должно быть все размеренно. Стратегия. И главное, все должно быть с любовью и с удовольствием. Самое главное. Обладатель Кубка мира, тренер, тренер чемпионов, чемпион и просто хороший парень Сергей Бабчук. Спасибо, у вас. Поймали абсолютного чемпиона в категории Мэнс Физик, мужчины свыше метр семидесяти пяти, Кориана Амида. Вот он. Ну что, год прошел, даже сколько, полгода? Сезон, да. Кориан, скажи, пожалуйста, как вообще, насколько тяжело выступать каждые полгода? Ну, я бы сказал, нелегко, но если есть цель, если это образ жизни, то... Невозможного нету? Нету, нету. Я вот в этом сезоне по новым правилам должен был 23 килограмма скинуть. 23 килограмма? Да, вот скинул. Подожди, это понятно, 23 килограмма. Срок, скажи, за сколько? За, грубо говоря, ну, два с половиной месяца. Но, конечно, в этом мне помогли Сергей Бабчук, тренер сборной Украины, Ярик Казандрович, ну, специалист нашей федерации. Я очень доволен, что в этой федерации выступаю, потому что тут относятся к спортсменам, ну, мы одна семья, скажем так. Как к спортсменам и как к друзьям, а? Да, 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 мы все друзья, мы одна семья. Как сегодняшнюю форму оцениваешь? Вот объективно. Ну, я скажу, ты очень-очень хорош на сцене. Очень хорош. Ну, на самом деле, есть над чем работать. Я думаю, процентов на 10-20, как минимум, на чемпионате мира улучшит форму. Мы же готовимся на чемпионат мира, который проводится через три недели в Таиланде. Ты-то же прожмешься сегодня, в целом почувствуешь. Да, конечно. Ну, конкуренция и тут очень хорошая. Расставляться не дают ребята вообще. Тебя-то не испугает, правильно. Сегодняшнее событие прямо влечет именами и настоящими чемпионами. С нами Андрей Кугай, четырехкратный чемпион Украины, чемпион Европы и двукратный финалист Кубка мира. Я правильно говорю? Чемпионат мира. Чемпионат мира. В ВВПФ и НАК. Да. И НСИК. Андрюш, скажи, пожалуйста, как тебе сегодняшнее событие? Ты сегодня пропускаешь сезон, я так понимаю? Да, я пропускаю, но я помогаю. У меня выступает один спортсмен в категории Ту-90 килограмм. Кто знает, Леша Попов. А, Леша Попов. Ты его готовил, да? Да, мы ему попадаем в актегорию. Тогда вопрос, за кого ты будешь сегодня болеть в этой категории, отпадает. И все-таки сегодняшние состязания такие знаковые, потому что в трех категориях, в 90-100 и в 96-100 выступают три чемпиона мира. Коля Карпук, Сережа Попчук и Рома Говорящук. Скажи, пожалуйста, если так вот получилось, если вот эти имена как раз выйдут на первые места, за кого, по секрету надо, за кого будешь болеть абсолютно? Ну, тут очень двоякая такая ситуация, почему? Потому что Коля Карпук, он сам вообще земляк, он с Николаева, как и я, в общем, мы с ним и тренировались вместе раньше. Ну, ближе, наверное, не знаю, с Лехей Попчуком. Все-таки, да, скажем так, за легенду нашу. Да, я за него больше. Согласен с тобой полностью. Скажи, пожалуйста, вот мы всем задаем этот вопрос, который интересует всех адептов и фанатов нашей железной игры. В чем самый главный секрет успеха в ботибилдинге? По своему мнению? Дисциплина. Дисциплина. Андрей, спасибо большое, будем болеть за твоего парня, будем вообще смотреть соревнования, ждем тебя на сцене. Да, весной, спасибо. Команда профессиональных гримировщиков у нас, значит, эти ребята уже, не знаю, очень много лет ездят по всей Украине на всех чемпионатах. В общем, если вы хотите знать, у кого, какие, у кого, какая, они ответят вам на этот образ. Вообще, ребят, ну вот без приколов, ну каково вот, будучи мужчинами, гримировать голых красивых спортивных девчонок? Ну, вообще, поначалу тяжело на самом деле, но потом потихонечку привыкаешь, начинаешь смотреть на них действительно как на человека, как на спортсмена. Как на человека. Как на человека, да, правда, действительно, начинаешь смотреть как на человека на самом деле. А вообще на самом деле, это все, конечно, шутки, работа есть работа. Работа есть работа. Да, они очень долго готовились, они очень много времени потратили, здоровье и денег, что они маловажны на подготовку, поэтому наша задача сделать так, чтобы у них все было идеально в плане гримировки. Поэтому мы смотрим исключительно, как на спортсменов. Почему он так ехидно улыбается? Потому что такой работе можно только позавидовать. Вот и все. Ребята, я вам просто от лица всех наших спортсменов хочу сказать огромное спасибо, потому что уже неоднократно вы меня гримировали, моих спортсменов. В общем, вы делаете свою работу классно и за что вам огромное человеческое спасибо. Леша, всегда тебя рады видеть. Леша, всегда рады видеть. Хорошего дня. Удачи всем. Всего доброго. Мы рады приветствовать вас на канале Мэнтер Бадди. С нами Богдан Кошман. Бодя, привет. Привет. Чемпион Киева, прошедшего сезона, вице-чемпион Украины. Отличный парень, мистер Квадрицепс. И просто подающий огромные надежды молодой спортсмен. Богдану только 19. 19? 19. Вот такие вот у нас юниоры. За кого болеешь? За кого пришел болеть? На самом деле, больше всех импонирует Серега Драгон. Мы с ним в одной команде будем. В команде спортивного питания пик. То есть, это тоже такой фактор, почему я болею за него. И вообще, в принципе, парень меня довольно-таки долго уже впечатляет. Вмышительные объемы. Там есть чему впечатлить, да. Вмышительные объемы. Интересно посмотреть на Гаврищука, что он покажет. Потому что я его видел только в интернете, только фотографии, видео. Вот интересно. Темная лошадка. Вот смотри, до сих пор уже полчетвертого дня, его до сих пор никто не видел в соревнованиях. Его еще до сих пор нет. Хочет сделать бум. Придет, сразу зайдет в грим. Да, да. Я думаю, так и будет. Вот. Скажи, пожалуйста, как вообще оцениваешь нынешнее положение дел в бодибилдинге отечественного? Развивается по-твоему или деградирует? Если мы возьмем украинский бодибилдинг, то все очень плохо, катастрофично, потому что... Боже, а какие еще ужасные слова ты вспомнишь? Никто, да, никто не занимается... Бедно и нечестно, да? Абсолютно. Ну, по поводу нечестного, касается некоторых категорий, таких как мэнс физик и бикини, тоже там... Ну, это конкурс красоты. Да, конкурс красоты. А понятие красоты у всех разное? Субъективное мнение. Вот. Касательно других стран СНГ, понятное дело, что в России стремительно развивается индустрия спорта, бодибилдинга, в частности, у нас. Пока что все очень плохо с этим. Я, в частности, тоже занимаюсь популяризацией. Надеюсь, что в течение нескольких лет мы улучшим ситуацию в Украине и все будет гораздо проще. Конечно. Подписся на твой канал. Спасибо за качественный контент. Ну, будет... Будет качественный. Пока так. На очень любительском уровне. Вот. Вопрос, который задаем всем, который интересует всех и на который никто не может ответить конкретно. А если отвечает, то вот ответы, ну, очень разные. Бодя, что самое главное, ключевое в успехе соревновательного бодибилдера? Два фактора. Это дисциплина и генетика. Если нет генетики, то в бодибилдинге ловить нечего, каким бы ты упорным не был. Сколько бы денег не вкладывал. Если есть генетика и нету дисциплины, понятное дело, ты будешь выглядеть хорошо, но недостаточно, чтобы быть лучше. Если есть дисциплина и генетика, все остальное придет. И характер, это значит чемпион. Конечно. Конечно. Богдан, спасибо тебе большое. Ждем тебя на сцене. Надеюсь, в первом времени. Дай бог. Все. Спасибо. На нашем канале Мэнтор Бадди с нами настоящая чемпионка, красивая девушка Лариса Сокол. Чемпионка Украины. А вице-чемпионка где? Европа. Вице-чемпионка не был. Финал чемпионата не был. Двукратный? Да. Вот так. Лорочка, скажи мне, пожалуйста, сегодняшние соревнования, они такие многочисленные. Я вижу много участников, сильных довольно таких. Своих оппонентов своих видят? Еще не кого. Интересно. Очень. Как себя целью? Ну, на данном этапе, конечно, по самочувствию хорошо, но для меня это всегда праздник, сцена, эмоции. Люблю сцену. Если мы смотрим на запад, я думаю, что будущее большое, это будет сейчас очень много людей. Стараются привести в порядок свой режим питания, физических нагрузок. Это модно. Это модно, модно быть красивым, здоровым, подтянутым и успешным. Я думаю, что у этого спорта большинство. Ну, и по нашей традиции, сегодняшний наш, скажи, что самое главное, не предъявляющее вас успехи, в принципе, соревнования на спорте, вот в этих делах, как такового? Мотивация. Мотивация, дева. Что для тебя вообще? Ну, что является? Внутреннее желание. Когда я становлюсь в себе цель, для меня уже не существует шаг вправо, шаг влево, я четко соблюдаю все пункты, стремлюсь к победе, но, во всяком случае, участие для меня тоже, просто участие тоже немало возможно. Спасибо, Лариса. Будем болеть за тебя. Удачи тебе на сцене. Спасибо. Честного судейства. Ну, и дальнейших удачных сна. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. Привет. Сережа, можно у вас интервью взять? Да. Специально для канала Мэнтер Бадди мы берем интервью у нашего чемпиона, у Сергея Драгана. Сережа, этот соревновательный сезон очень-очень запомнится тем, что очень много ярких таких титулованных спортсменов. Я знаю, что с тобой будет в одной линейке стоять Сергей Бавчук. Вот. И будет такая нешуточная борьба, нешуточная схватка. Скажи, пожалуйста, как вообще проходила подготовка и как ты оцениваешь свою форму? Здравствуйте. За руки меня Сергей Драган. Да, спортсмены будут серьезные. Просто нас очень мало, почему-то тяжи все меньше и меньше и меньше становятся, зато больше людей с более, скажем, шортов, менсфизик, вот такого как бы было. Детские категории? Ну, детские-недетские, каждый человек как бы по-своему вкладывает в себя, то есть прикладывает сил, потому-то тоже там немало положено все. Пробовал как бы новую кето-диету по шелестовую, знаете, мне понравилось, скинул немного, но это как... Согрузка жирами, да? Жирами, жиры и белки напополам. То есть посмотрим, что сегодня с меня как бы получилось. Углеводы вообще не езал? Вообще, резал углеводы полностью, только листья салата. Обалдеть. Да, но, честно сказать, дороговато, все обходится, то есть яйца буквально на 10 копеек за сутки поднимаются, то есть вот... То есть не радует на самом деле такая перспектива, как бы, тяжело готовиться и дорого. Да, все равно я тут. Больно, что весной было очень много людей, очень много, как бы, интересно соревноваться, когда много. Есть парни, есть с кем, а сегодня, я не знаю, у нас будет очень мало, как бы, особенно тяжелый. Но зато яркий. Зато яркий, да. От этого не менее интересно. С чем это связано, по-твоему? Все-таки это финансовый вопрос или спорт теряет популярность? Я бы не сказал больше, что спорт теряет популярность. И тем более, как бы, Федерация и ВПФ набирают обороты. Потому что я смотрю, как бы, календарь и, скажем, очень много начинается международных каких-то турниров и приглашений, скажем, и в Австрию можно ехать сегодня же, да, выступать. И ребята приглашают в Израиле выступать. То есть можно ездить и реальная Федерация развивается. То есть появляются а-ля про турниры. Там Гаврючук ездил, тот же Сережа Бабчук ездил. Вот, я, как бы, просто чуть позже начал и вот был, скажем, может быть, не готов тоже в Венгрию съездить. Ну, ничего, дальше у тебя будут старты? Да, просто я говорю, что это, как бы, не основной. Это Украина, как бы, пройти и прожатся. А снова будет 28 ноября. Я еду в Германию на Юниверс. Будем болеть за тебя. Да, спасибо. Буду стараться. Буду стараться там выложиться на максимум и показать достойную форму. Сережа, вопрос, который всех интересует из покон веков. По твоему мнению, самая главная составляющая успеха в бодибилдинге, соревновательном? Вы знаете, это дисциплина, скорее всего. Дисциплина питания и тренировки. Правда, со сном, как бы, тоже очень сложно у меня слышалось. Особенно на сушке? Особенно на сушке плохо очень. Сон и голод несовместимы. Вы знаете, с голодом как-то менее была проблема. Я говорю, попробовал на этой диете посидеть. И, как бы, не так уж сложно, скажем, хочется там много есть или чего-то. Вот. Но вот со сном какая-то проблема была. Может быть, я ставил две тренировки в день. Две тренировки в день утро-вечер и после каждой кардио 20 минут. Возможно, переутомление. И организм, как бы, вот сам по себе даже уже два часа поспал, проснулся. Два часа поспал, проснулся. Не выдерживает. Вот в этом плане, как бы, было сложно. Серега, огромное спасибо тебе. Дай бог тебе честного судейства, пиковой формы. Ну, чтобы все гладко, все так, как ты задумал. Спасибо. Будем боять. Побеждай, Сережа. Если Сережа или я, так и я. Да. Рад был. Победит Серега. В любом случае. Победит Серега. А какой он будет видно. Спасибо. Спасибо. А если вы хотите подробности узнать самой кетоке-диеты и подготовки Сергея Драганова к соревнованиям, пожалуйста, задавайте ваши вопросы в комментариях к этому видео. Будем ждать и будем отвечать на них. Субтитры сделал DimaTorzok С вами Артем Негода, дебютант прошлого сезона, сразу же чемпион Европы. Как так получилось? Сколько стоило твое место? На чемпионате Европы? Это такой щепетильный вопрос, наверное. Как-то, может, кому-то индивидуально расскажу, если будет интересно. В принципе, надо просто готовиться и все ваше. Я правильно вопрос задам. Хорошо. Чего стоило твое место на чемпионате Европы? Как сказать? То есть, в принципе, я очень давно уже там тренируюсь, готовлюсь. Это даст смысл моей жизни. На самом деле, не очень, как бы, тяжело мне было дойти до этого момента. И каких-нибудь затруднений сильно я не увидел. То есть, было тяжело, конечно. Были жесткие диеты, были жесткие тренировки. Но, в принципе, как бы, все прошло очень гладко, очень хорошо. Я так помню, наблюдал за тобой. Ты впритык-впритык всплывал. Короче, душил себя по полной программе. Да, душился, да, работал. Как бы, и параллельно, в принципе, не было времени отдыхать. Ну, то есть, прошло все на ура. Как бы, мне понравилось. Судья, ты у нас в новой апостасе. Ты судья-приучастник. Да. Это ты вот, как за этим детским садом, да, следишь, кричишь на них. Ой, ты не представляешь, какой это детский сад. Почему представляем? А, ну, в принципе, да, наверное, телезрители не представляют, потому что, наши зрители, потому что там действительно детский сад такой, особенно, когда спортсмен на сушке, без воды, и ты ему говоришь в упор, а он правильно разворачивается и не понимает, что происходит. Есть такой момент, очень тяжело работать за сценой. Много участников, думаю, в этом еще нет. Очень, очень много участников, пока всех соберешь, пока все сообразят, что нужно построить, а вы их построили, а не разбежались. Есть работы, то есть хватает. Дальнейшие планы на соревновательный сезон? Буду планировать, готовиться на весну, но это пока в планах. Я еще точно не знаю, пока планирую. Ну, в принципе, знаешь, как говорил один великий чемпион, настоящий спортсмен, он всегда в спортсессе подготовлен. Всегда. Ну да, да. То есть тренировки, конечно, я не прекращал, да. То есть диету придерживаюсь, тренируюсь, готовлю спортсменов, но сам пока, то есть качественно еще не подходил к тренировкам. Ну, в принципе, да, работа кипит, работа идет. Если все сложится, на весну буду готовить. Прекрасно. Тем, один вопрос, который мы задаем абсолютно всем нашим участникам нашего интервью сегодняшнего. Ну, твое мнение, что самое важное, главное, составляющее успеха в бодибилдинге? Ну, я думаю, что самое главное, это, наверное, упорство и психология человека, который готовится к этому всему. Если человек себя настроил, если он готов, да, то есть он дойдет до конца. Очень много есть моментов, когда спортсмены просто срываются. Поэтому, если нету настроя у человека, то, в принципе, результата не будет. Итак, у нас предсопрос нужно отвечать, да или нет, не задумываясь. Ты химик? Нет. Хорошо. Можем начать сначала. Белок? Белок есть. Да или нет, надо отвечать. Протеин? Да. Ты химик? Нет. Тем, спасибо большое, мы за тебя будем болеть. Очень приятно, когда спортсмен не только выступает, занимается собой, но и готовит массу. Хороших, достойных участников. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо за откровение. Ты химик? Да. Наконец-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И так оно где-то и есть! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Нет, это образ жизни, правильно! То есть, если ты этим живешь, если ты правильно все делаешь и живешь фитнесом, спортом, ну, значит, тебе тогда дорога! Вот так! Спасибо большое! Такие у нас спортсмерки, такие у нас лидеры! Ну, есть на кого равняться! Спасибо за откровенное, честное интервью! Будем работать, освещать, в общем, соревнования! Вот сейчас самое, вот как раз сейчас экстремальное бодибилд начнется! Три чемпиона мира! Три весовые категории! Девяностостой свыше стаи! Три чемпиона мира! Прошу не забывать! У нас абсолютный чемпион мира по нашей версии в категории на Украине есть! Ну, я не буду спрашивать, кто за кого болеет! Болеем за всех! Болеем за спорт! Да, за спорт! Спасибо большое! Спасибо! Спасибо за просмотр! 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 Так чтоours вконтакте! Какого? Сейчас будет просмотр! Спасибо за просмотр! centre una вегbt! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова